Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я, новозад Игорь Евгеньевич, макикудесник с седьмым данным по аквариумистике и третьим разрядом по рукожопию, буду заряжать ваши аквариумы положительной кармической и астральной энергией. Поэтому ставьте ваши аквариумы перед телевизором, мониторами и телефонами. Берите блокнотики и ручку и устраивайтесь поудобнее. Итак, даю установку! Приветствую всех зрителей на канале Акваэкзотикс. Сегодня я буду вновь отвечать на ваши вопросы, на которые не успел дать более развернутые ответы в комментариях к видео. Итак, поехали. Тамара Давидова поинтересовалась, как я умудряюсь поддерживать у себя в аквариумах постоянно чистые стекла. Собственно, стекла-то я чищу, но происходит это примерно раз в три месяца. Какой-нибудь секрет пули шинеля тут тоже отсутствует. Банально удачно подобран свет, как по яркости, так и продолжительности светового дня. Плюс могу отметить, что у меня нет нигде прямых солнечных лучей, потому как у меня первый этаж и теневая сторона. К тому же окна затянуты виноградниками. Ну и стоит отметить, что количество подобранной рыбы также не способствует появлению различного налета на стену. Ехаем дальше. Неоднократно задаваемый вопрос. С каких циклид начать новичку? Тут ответ однозначный. Если бы шел вопрос про мирную рыбку, я, как и все, бы посоветовал губи и другую живородку. С циклидами это 100% чернополосая циклозона. Это такая же неубиваемая аквариумная нечисть, как и губи. Понятно, что дай дураку дилда хрустальный, он и хрусталь разобьет, и руки порежет. Надеюсь, у нас у культ таких нет, но все равно не стоит создавать ему экстремальных условий. Чернополосики отлично приживаются в любом типе аквариума. Хорошо переносят перепады температур от 16 до плюс 30 градусов. Хрустятся где угодно и безостановочно. У этой рыбы есть все черты характера, которые напрочь отсутствуют у некоторых видов циклит. Они отличные, заботливые родители, очень реально охраняют свою оккупированную территорию и вообще свое потомство. И наблюдать новичку, и содержать эту рыбку будет одно удовольствие. Ну, а если вы все-таки умудрились угробить Чернополосиков, то прочитайте 40 раз от Чернаш и вперед за покупкой новых Чернополосиков. Следующий вопрос. Уживутся ли циклиды с раками? Тут можно провести аналогию с израильско-палестинским конфликтом. Ночью арабы устраивают темную израильтябам, а днем евреи чихвосят арабов с воздуха. И такой движ продолжается уже 70 лет, и окончание вроде как и не предвидится. Так и у вас в аквариуме будет. Днем циклиды будут всячески с опаской прощупывать усатых на предмет закуски и загонять их в самые укромные места. А ночью уже раки будут охотиться на ваших циклид, прихватывая за плавники и хвосты клешнями. Потому как при отключении света циклиды ложатся на дно и забиваются по уголкам. Как итог, настоятельно не рекомендую содержать раков с циклидами. Следующий вопрос. Чем продезинфицировать аквариум после того, как там обитали больные рыбы? Многие аквариумные знатоки сразу скажут, конечно, хлоркой. Но, ребят, если у вас аквариум 80 литров, его еще можно как-то спокойно поставить в ванную и там залить белизной, попутно надышавшись парами и ходить потом по квартире, как кролик красноглазый. То банку, например, литров эдак уже на 300 хлоркой нормально не обработаешь. Поэтому я пользуюсь таким замечательным средством, как аэродезин. Средство настолько убойное, что только диву даешься. Валит известные все бактериальные инфекции, все равно как малолетний читер в контрстрайке. Действующие вещества пропанол, этанол, гидицил, диметил, аммония, хлорид. Средство вообще не раздражает кожные покровы, в отличие от хлорки, и не имеет ярко выраженного вонючего запаха. Продается как в канистрах, так и в бутылках с пульверизаторами. После обработки аэродезином вы получаете полностью стерильный аквариум. Единственный минус, это средство нельзя использовать для аквариумов из акрилового стекла. Кому это интересно, более детальную информацию о аэродезине можно легко нагуглить в интернете. Ну и последний вопрос. Что ты думаешь об аквариумах фирмы Природа? Кому надо, чтобы было дорого-богато, покупайте югли. Кому надо дешевые сердито, берут природу. Ну, фирма клепает аквариумы уже более 20 лет, так что, может раньше у них и были косяки по аквариумам, то сейчас, я думаю, опыта они уже поднабрались, и новые аквариумы на витринах выглядят вполне себе достойно. У меня сама вот три банки природы, купил, задешь его, и подгоняешь его уже под свои нужды. Вот, кстати, один из них. Из минусов могу отметить, что в крышках природы ставят самый фуфельный свет, с самыми дешевыми электронными балластами. Ну, и стекло, которое они используют для сборки аквариумов, отнюдь не самое белое, а с хорошим таким зеленым оттенком. Но цвет стекла начинает играть роль при использовании уже в аквариумах по 300 литров, где толщина стекла уже более 10 мм. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!